Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Bright Blender. С вами Юлия, и это заключительная часть влога о том, как можно привести свое тело в порядок и сбросить лишние килограммы, и какие на пути препятствия вас могут ожидать. На мой взгляд, самое трудное – это перестройка. Перестройка вашего режима, перестройка мышления, перестройка того, что вы не сможете делать те вещи, которые вы делали раньше, потому что они привели к совсем другим результатам. Вот это вот самое трудное – перестроиться. Что может вдохновить? Вдохновляет то, что вы постоянно находитесь в этой теме. Вы постоянно каждый день стараетесь изучить какую-то информацию, дать своему мозгу пищу для размышления, давать постоянно доказательства, факты того, что именно тот путь, который вы выбрали, он верен. Не надо фокусироваться направо-налево, а надо просто смотреть вперед и идти. Через какое-то время вдохновляет то, что вы уже видите потихоньку результаты, и это подбадривает вас, дает такую зарядку, что, оказывается, и по-настоящему работает. Главное – терпение. Очень полезно также прочитывать истории людей, которые уже добились успеха. В той сфере, в которой вы хотите также добиться успеха, как они проходили какие-то трудности, и как с ними справились, это очень ободряет. Легче помогает сбросить вес. Опять-таки, настройка на то, что путь будет со своими изъянами, не будет все идеально. То, что у вас есть план, как вы будете действовать, а также очень помогает техника проговаривания, кем вы будете, и как вы будете действовать, и когда вы станете таким, каким вы запланировали. Например, вы хотите быть уверенным в себе. Для этого вы каждый день над собой работаете. Если вы будете также прорабатывать, что вы уже уверенный в себе человек, и как вы действуете в том случае. Даже просто мысленно, например, когда я уверена в себе, у меня осанка всегда прямая. Я говорю с расстановкой, я улыбаюсь, я могу доносить свою идею, я могу доносить свою мысль, а не смотреть, например, куда-то в пол. Я стараюсь больше читать. Очень все взаимосвязано. Эта техника помогает увидеть вас в будущем, проработать те действия, которые поспособствуют вашему успеху. Даст вам мотивацию того, что, ну, в принципе, оказывается, это не так страшно быть другим. Потому что, как бы, наш мозг, он постоянно думает, если уже есть какая-то система, то зачем менять? Что самого страшного? Я думаю, самое страшное, это то, что вы не оправдаете свои ожидания. И не только именно, например, в этой сфере, да, и в любой. Когда человек ставит себе цель, наше объективное мышление говорит, что, а если так не получится, как ты задумал, ты же потом будешь весь прям такой разбитый. Поэтому, я думаю, здесь играет также нотка перфекционизма. Надо просто дать себе волю. Главное действовать. Без разницы, получится ли у вас достичь того результата или нет. не получится, то это будет огромным и отличным опытом. Вы на нем уже поставите себе новые цели, проработаете новую технику. Вот. И обязательно, конечно, добьетесь успеха. Что бы я хотела сказать в конце? Дерзайте. Обязательно ставьте себе цели и потихоньку идите к ним. Не обязательно делать семимельные шаги, потому что каждый день мы не можем делать чего-то очень большого. к этому большому привозят нас маленькие шажки. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Оно будет еще одним таким мотиватором того, что в любом деле, что бы вы ни хотели, вы обязательно добьетесь успеха, если вы все спланируете и будете действовать. Также смотрите мои другие видео. Я буду очень рада, если они вас будут подбадривать. Подписывайтесь, делитесь со своими друзьями. Увидимся с вами в следующих видео. Желаю вам прекрасного дня и отличного настроения!